Я очень люблю косметику, но иногда рутина жизни превращает мое любимое место в свалку. Именно тогда косметика перестает меня радовать, я меньше к ней обращаюсь, у меня пропадает желание творить, и я часто перестаю пользоваться даже своими любимыми вещами. Именно тогда я и понимаю, что пора что-то менять. Недавно я купила две новые палетки теней, и именно это меня и подтолкнуло к тому, чтобы расставить все на свои места. Для того, чтобы что-то построить, изначально мне нужно все полностью разрушить. Я не могу поменять пару вещей местами и назвать это хорошим результатом. Когда я перебираю косметику, я люблю все начинать с нуля, все с чистого листа, только тогда я остаюсь полностью довольна результатами. Я начинаю с того, что выкладываю содержимое всего ящика на пол, на стул, где-то на большую плоскую поверхность, где могу это все перебрать. И только когда я вижу белое полотно, я понимаю, что можно приступать к следующему этапу. Основная задача этого этапа это отбор фаворитов и, конечно же, прощание с теми вещами, которые уже не радуют и которые не приносят мне удовольствия. В первую очередь оставляю, конечно же, мою новую палетку Morphe Brushes на 35 оттенков цветную. Дальше также, конечно же, я буду пользоваться своей новой Larac Mega Pro 2, потому что практически еще ей не пользовалась. Она у меня сейчас в приоритете. Конечно же, нельзя оставить без внимания мой абсолютный фаворит Larac Pro. Это самая первая классическая палетка. До сих пор является моей самой большой любимицей. Не меньшую радость мне доставляет первая Larac Mega Pro. Тоже обожаю ее использовать как для себя, так и для какой-то профессиональной работы. Конечно, в приоритете остается моя малютка Too Faced Natural Match, потому что эту палетку я просто обожаю в последнее время. И самое последнее, что я решила сохранить, это тоже классика палетка Too Faced Chocolate Bar. Все тени в этой стопке это мой главный приоритет. Это те тени, которые я всегда использую для создания любых типов макияжа, как для себя, так и для клиентов. Дальше я отбираю тени, которые тоже имеют очень хорошее качество, но которые в последнее время я не так часто использую, но все равно избавляться от них еще рано, потому что это тоже очень качественный продукт. Сюда тоже идут мои палетки Inglot, тени запеченные от Faberlic. Сюда же я отнесла все подводки, базы, акварель, ресницы, слюду. То, что мне тоже понадобится обязательно для работы и для создания макияжей. Я искренне уверена в том, что когда что-то любишь, обязательно будешь за этим ухаживать. И неважно, вещь это какая-то или человек, любовь без ухода, без заботы не может существовать. Поэтому я периодически люблю ухаживать за всеми своими палетками, за всей косметикой в целом. Грязная и неухоженная косметика всегда вызывает у меня отвращение, особенно когда это связано с профессиональной работой. Чистота это не только залог здоровья, но и также неотъемлемый атрибут профессионализма. И теперь, когда у меня выстроен такой прочный фундамент, я могу приступать к самому интересному, а именно к организации. В первую очередь я хочу себе облегчить доступ к тем вещам, которые мне на данный момент наиболее интересны. Я очень люблю симметрию, и для меня очень важно, чтобы каждая вещь нашла свое место. Я могу очень долго переставлять все местами, пока меня не удовлетворит финальный результат. Мой внутренний голос подсказывает мне, что когда все место использовано на 100%, и при этом все разложено очень четко и правильно, то вещь нашла свое место, и именно там она и должна быть. Кто-то может это посчитать психологическим расстройством, но для меня очень важно, чтобы все стояло очень красиво и ровно. Только в этом случае я могу назвать это порядком. Ну что ж, теперь самое время пожинать плоды и наслаждаться полученным результатом. Как видите, у меня все сложилось как в Тетрисе, каждая вещь нашла свое место. В самом углу я расположила свои любимые палетки Мейкап Ателье. Дальше тоже есть доступ легкий к запеченным теням Фаберлик. На заднем фоне у меня палетки Нейкед, с которыми я еще пока не готова расстаться, палетка Инглот. Также всегда под рукой у меня будет моя акварель и Слюда. И как видите, все мои фавориты на первом плане, а за ними уже идут те палетки, которые не настолько мною любимы, но все равно я их использую. Мне даже сложно описать эти чувства, которые у меня возникают, когда я полностью все организую и все удобно расставлю для себя. Что касается косметики, то у меня сразу появляется настроение, появляется желание создавать какие-то новые образы, придумывать какие-то макияжи. Надеюсь, это видео вдохновит вас и поможет вам создать порядок, где бы он ни требовался – в косметике, в комоде или, может быть, даже в мыслях. Субтитры создавал DimaTorzok